Талурга в атаке, в том числе, понятно, даже если не забивает, то на себя очень много внимания стягивает. Первый сейв от Леонидов Мина, Айрат Вильданов, Илья Шуринов, форварды, да, и еще два нападающих, которые будут развиваться, куда пойдет, Кораблев подрабатывает под бросок, и очень опасно в дальний угол-то, в матче, но прошла минута и 14 секунд, ну и повтор броска Кораблева вот над плечом, но сейчас Леонид Фомин тоже пытается проявлять, пока Металург в атаке, из-за ворот выкатывает Полищук, но бросить не получилось, но получилось бросить тут от Корытова, и Фомин еще один, практически аншлаг, но еще, я думаю, люди подтянутся, потому что у нас, я имею ввиду, в Беларуси обычно, и в больших проблемах остается, длинный выброс, но здесь даймал шайбу, шило в прыжке, и вот бросил поворот, да, вот это уж точно первый сейв, Сергея Большакова, сколько минут? Почти 9 прошло, вот и второй, сразу же после броска станет Щербахов, отдаёт передачу, и здесь с разворота Паранин бросает его немножко, и переводит игру в зону атаки, потому что юность старается на бортам всю игру отвести, вот хороший пас, Антипов бросает, Антипов Китарова попадает, бросает еще раз, и попадает там еще одного киста, который буквально закатывает под бросок Малейков, но здесь Щербаков касание поливает, и хорош Сергей Большакова. 50 почти секунд провела юность в большинстве, вот как раз бросок Павла Щербакова, здесь тоже всегда приветствуют болельщики, но шайба осталась, все, а не Металлурга, вот Кучкин, Кучкин на брос, делает очень опасный два сейва Сергея Большакова, подставление, это всегда очень неприятно, и сориентирует голкипера Станкевич, бросок Станкевича, вылетает, шайба прямо на пятак, и там Кучкин пытался слить, были в распоряжении Винчан, но приличный момент посоздавали, а здесь примерно равен, с учетом большинства юности, вот здесь хороший пас проходит, Щербаков, Щербаков сам бросает, и Польшаков поймал, дело от борта, но прошла шайба. У между ног капитана Металлурга Ровба бросает Ровба и забивает Ровба, как же попал Владимир Ровба от Штанги, второй гол у него в этой серии, пока что наряду с Валерием Поляковым лучший снайпер серии, Владимир Ровба, вот Микрот Штанги, вот здесь немного на пересменке получилось поймать Металлург по юности, и бросок Ровбы, конечно, шикарный по точности, убирает он оппонента, и вот Штанги по бильярд ему так практически на пятак ворот Полякова, ну и сразу же вступает в отпор Минчане, Кучкин, бросок его отбивает Большаков, и добивание тоже, прежде всего Металлурга, там опытная пара была, Соколовский достанка, но это не менее и против, и он получилось опередить Лыбкань своего оппонента, 13 секунд есть, и юность в атаке, Поляков прострелил, делал, не прошел он, поднимает на синюю, здесь счет, он открывается под бросок, бросает, и будет еще... Поранен Поляков подождал немножко, и отличная передача на Щербакова, вот у Щербакова в центр, но в коньки пришлась передача на Паранина, Бодиловский, Бодиловский, хорош Бодиловский, бросает, и здесь Фомин выручает, но зарабатывает Бодиловский на себе две минуты, вот самый острый момент, вот здесь падает игрок юности, и здесь затем Дрозд уже просто цепляет Бодиловского, да, это Козич был, и Бодиловский был близок к тому, чтобы забросить не просто, а, Стефанович еще здесь, да, вышел, Старков, Стефанович в касании, хороший сейф Леонида Кубина, здорово бросил Николай Стефанович, пока без бросков, но вот Стефанович бросает, Стефанович в ближний, и по дальнему городу Шайба выходит в среднюю зону, тут еще Робба его подхватывает, и два латинка от юности, Робба бросает, бросает, и по-моему в штангу Шайба попадает, или ушла, все ее на секунду потеряли, и этой секунды хватило, хватило юности, чтобы убежать в контратаку, там по-моему сейф Большакова, да, вот сейчас смотрим, да, вытаскивает Сергей Большаков, и затем Шайба еще в штангу, да, попадает, но Шила уже не успевает, и это обидится. Четверых Минчан дождался выхода со смены Хованова, отдал мне в передачу, тот бросил, но в створ не попал, завязывается борьба у Борта, и здесь Хованов, перехват бросает, и не попадает Александр Хованов, арбитра, который призывает играть, ну а это контратака от юности, Ковгареня, перевод на Китарова, делал Шайба все-таки до Александра дошла, но очень неудобная была позиция для броска, Кораблев, дальше на Спата, и вот хороший момент у Металлурга, Спат, прострелы чуть-чуть не докатывает до прострела Антипов, но не докатывает, потом Корытов на Полищука, тут на Костицына, Костицын наверх на достанке, и Стефанович пока не бросает, простреливает, и Костицын поливает, и здесь Фомин в игре, спасает Леонид, ну а еще Кириллов перекрывает здорово линию броска Минчане, бросок все-таки от Кириллова, и здесь уже Фомин в игре, Хованов, Кириллов поливает Кириллов, и опять попадает, и это втроем остается, юность на игру, нет, здесь все-таки Фомин, ну и дальше ходить, ну от большого желания, да, так бывает, Кораблев возвращает Костицыну, Кораблев, пока без бросков, 4 секунды, Костицын поливает, шайба, смывает над воротами, но тут еще вопросики будут, потому что, мне кажется, что будет просмотр, слету шайбу добавили, слабинчане в ворота, полсекунды оставалось до выхода Ряшенцева, и так, смотрим бросок, ну вот с этого, с этого повтора не поймешь ничего, абсолютно, вот с этого можно понять, вот с этого давайте смотреть, бросает Костицын, сейв Фоминап, шайба опускается, нет, все-таки кажется восковато, но с этого повтора кажется, что высоко поднял плюшку Егор Воронов, и что шайба не будет засчитана, просмотрим, не засчитана, Принцип секунду, Металурга на гол в формате 5 на 4, хорошая передача, Костицын выходит один в один, бросает и Фомин, Фомин, входит Сону Хованов, но сразу к борту, а здесь перевод получается на Кораблева, прострел и подставление от Егора Воронова, который влетает в штангу, и, похоже, еще Фомина тоже влетел, без вратаря, осталось вот прострел, и здесь толкает на Фомина, на ворота Станкевич, Воронова, тут и Воронова мог травмировать, и Фомина, возможно. Ну и Сергей Большаков, вот тоже немножко, вот замерз то, может быть, хотя в начале матча он показал, что это, в принципе, не проблема, забивает Металург, продавливает просто, продавливает оборону юности, и делает счет 1-1. Смотрим этот момент, вот бросок Соколовского, сам же успевает на добивание, и со второго броска пробивается с Филионида Фомина, вот с этого повтора будет хорошо заметно, сейв Фомина щитком, и сам же Соколовский, еще с неудобной, так вот на противоходе поймал Фомина, и отправил шайбу в дальний угол, немного Металург к воротам, Щечин входит в зону, и попадает под силовой Соколовского, вот Соколовский, ну и дальше такой пяточкой пас от Китарова, Ковгареня, Ковгареня, и все-таки хорош здесь на Улуб, он остановил Ковгареню, без нарушения правил, Ковгареня, на Китарова, Китаров все-таки бросил с неудобной, Большаков, шайба остановился, тут скорее юность, инициативу смогла перехватить, а здесь Лемешевский, цепляется за шайбу, простреливает, и шайба падает, там буквально на ленточку ворот, ничего себе, Ламака, Лапкань остался на синей линии, и бросает Лапкань, шайба у зерде Большакова, там сразу вдвоем бросали Шуринов и Соколовский, как раз Соколовский, по-моему, этот бросок и заблокировал, а здесь Большаков забирает шайбу в ловушку, Китаров выиграл сейчас в браслоне, прострелил сразу Ряшенцев, там Ковгареня откликался на эту передачу, замкнуть ее не дали, а это Лемешевский побежал вперед, справа Кораблев, Лемешевский вдаль не бросает, выше ворот, шайба прилетает, разыгрывает, Бельданов против Китарова на вбрасывании, Китаров выигрывает точку, Парадин, Парадин бросает, Большаков сейм и закрывает шайбу в ловушке Сергей Большаков, Лемешевского, который готов был стартовать, Щербаков, не пускает его на ворот, но здесь есть бросок по воротам, и торож Большаков, проигрывает вбрасывание, и тут Стефанович бросает, сейм еще помина, вытаскивает очередное, да, на льду уже с Нахаренком, в тот момент у Кораблева бросает он, и потом еще и за ворот пробует, бросок, и о каком-то чудом, сейчас шайба не залетает в ворота, тут уже вся арена, Металурга, вот, ну, последний показывает, Кораблев бросает, раз, затем, два, затем выскакивает, шайба Контипову, подставлена клюшка Шила, подкорытов, бросает подкорытов, и, по-моему, кого там, кто там был под воротами, но еще у кого-то из каких-то, гитару, не собирается уступать, но Полищук помог, Боронову бросу не выиграть, Костицына, перевод Костицына, бросок, и залетает, шайба победная, это Михаил Степанович, не получился бросок толком, но он все-таки забил, это лучший снайпер-плей-офф в истории чемпионата в Беларуси, это Михаил Степанович, это его гол, и это 2-1, в матче это 2-1 в серии, смотрим еще раз повтор этого момента, короткий розыгрыш, Костицын находит Степанович, и Степановичу не получается бросок, но он расчут, вот такой залетает, Найси, неважно получилось, не получилось, главное, что залетело по минусу, не успевал просто-напросто переместиться, как-то пытался достать эту шайбу, но у нас пока еще возвращают, вот команды на лавке, потому что тут что-то еще, возможно, будет, что-то, еще раз, вот смотрим, перевод Костицына, ну, лично я ничего здесь не вижу, Егор Воронов даже не во вратарской был, если вот на предмет помехи вратарю смотреть, то есть как-то мешать Фомину, да не мешал-то, Воронов, ну, ждем, шайба защита на 2-1, Металлур все-таки радуется, теперь уже радуется победе, 2-1, да, 2-1 в матче, 2-1 в серии, следующий матч 12.00 в субботу на YouTube-канале «Кей Беларусь Экстралика» приходите, будем смотреть очень упорная и очень интересная серия, лучшие игроки матча у юности Леонид Фомин очень много держал сегодня команду, у Металлурга, но я думаю, Михаил Степанович, а может и Сергей Большой, Михаил Степанович, автор победной шайбы.